Привет, друзья! Вот давайте конкретно. Вот в Википедии. Здесь написано, что такое ноосфера. Я буду читать и обращать ваше внимание на моменты ключевые, чтобы было понятно. Ноосфера, от греческих слов, дословно сфера разума, сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. Эта сфера обозначается также терминами антропосферы. Ноосфера – предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. Согласно Вернадскому, о биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимает своего внимания в представлениях о космосе. Эта сила есть разум человека, подчеркиваю, разум человека, устремленная организованная воля его как существа общественного. То есть наосфера представляется собой разум человеческий, как коллективный разум. Вот все люди есть на планете, вот всю их сознательную деятельность, социальную деятельность, всё вместе влияющее на природу, вот это всё вместе называется наосфер. Понятие наосферы было предложено профессором математики Сорбоне Эдуардом Леруа, который трактовал её как мыслящую оболочку, внимание, мыслящую в кавычках, внимание, это очень важно, мыслящую в кавычках, оболочку, формирующуюся человеческим сознанием. Леруа подчеркивал, что пришёл к этой идее совместно со своим другом, геологом и палеонтологом, эволюционистом и католическим философом Пиар де Шарден. При этом Леруа и Шарден основывались на лекциях по геохимии, которые в 1922-1923 годах читал в Сорбоне Владимир Иванович Вернадский. Ну и так далее. Тер де Шарден, католический священник, который предполагал, что в самом атоме уже есть психический момент. Имеется в виду что? Что когда атомы взаимодействуют, создаются объекты, объекты взаимодействуют, создают человека в конце концов, а у человека у него психика. Вот он имел в виду потенциально, а не вообще, что атом мыслит. То так надо же и здраво смотреть на вещи. Смотреть, где кавычки есть, где имеется в виду условность, метафора. Вот же в чем дело. Когда все это механически воспринимается, вот у нас умы расшатываются. Поэтому давайте сохранять здравый смысл, друзья. Берите Википедию, читайте, что такое. И внимательно читайте, что такое. Это общественное, общее, поскольку человек, социальное существо, это цивилизация, создает какое-то своим разумом влияние на природу. И вот это все вместе, все вместе, называется нас вера. А не в том смысле, что это какой-то эфир, или субстанция, которая существует, и мы к ней так подключаемся, как бы, и получаем оттуда какие-то импульсы. Нет, это все вот в нашем обществе, в библиотеках, в наших сновидениях, в нашем разуме. Это феномен такой. И вот смотрите, там говорится в конечном счете в Википедии о том, что в рассуждениях о ноосфере, вот здесь, в основе теории ноосферы Леруа лежат представления плотина об эманации единого, непознаваемой первосущности, отождествляемой с благом и ум мировую душу, последующий мировой ум, заключающий в себе мир идей, мир идей. Затем ум производит из себя мировую душу, которая дробится на отдельные души и творит чувственный мир. Материя возникает, как нижняя ступень эманации, достигнув определенной ступени развития существа чувственного мира, начинает осознавать собственную неполготу и стремнуться к приобщению, а затем и слиянию с единым. Это другими словами метафорически выражена эволюция, развитие. По-другому сказываю. Так что, друзья мои, мы начинаем изучать, анализировать, понимать разницу между метафорами, между образными сравнениями и так далее. И вот что я вам еще интересное скажу. Вот есть бестелесное, безвременное, бесконечное нечто. Вот это безвремение, бесконечность, бестелесность в разных религиях называется Бог. Да, нету Бога. Это мы глаза Бога, это мы уши Бога, это мы головы Бога, то есть он как бы вот, бестелесный, он бесконечный, безвременный. И постижение этого, постижение этого происходит в состоянии нулевом, нулевое состояние между сном и божественным. Состояние, когда ваши эмоции, то есть ваши личные отношения, то есть ваше эго не заслоняет бесстрастность видения вот этого бесконечного, безвременного, бестелесного. Мы-то тела с телом, а это вот постижение происходит бесконечного. Вот это в нулевом состоянии, в нулевом состоянии. Это нулевое состояние у нас происходит, когда мы либо повторяем их действия, делаем там, молитву повторяем, там, или мантры повторяем, входим в состояние такое, которое снимается у нас, шаблоны мышления, мы выходим на состояние вот этой вот безмятежности, безвремения, без штампов, шаблонов и стереотипов, без страхов, ну то, что Будда назвал нирваной. Ну и так далее, и так далее. Или мы переходим, снимаем зажатость, или между сном и божественным, это нулевое состояние. Да, ну смотрите, моя модель работы мозга. Четыре агрегатных состояния, обычные состояния, когда много конкуривших доминант, которые между собой взаимодействуют, и поэтому теряют силу влияния на организм и на принятие решений. Поэтому человек может думать и об этом, и об этом, и ничего у него внутри не изменяется. Организм сохраняет свой внутренний баланс и гомеостаз, выработанный миллионами лет эволюции. Потом у него есть состояние транса, когда только одна доминанта. Одна доминанта. Она ни с чем не конкурирует. Это фиксированное внимание. Да. Это транс. Когда каждый следующий мгновение, одна доминанта. Есть еще состояние агрегатное. Сон. Есть состояние сон со сновидениями. Есть вот это нулевое, переходное между этими агрегатными состояниями. Состояние. Нейтральное состояние. Или состояние свободного создания от этих штампов, стереотипов и страхов. Это как раз таки вот это состояние, которое можно достигать с помощью медитации, с помощью молитвы, с помощью слушания музыки, когда ты задумываешься, когда ты становишься бесстрастным, когда ты соприкасаешься с этой вечностью. Так вот, вот. Бесконечность, безвременность, бестелесность. Да. И твое соприкосновение тебя телесного и конечного, и ограниченного, твоего с инстинктами самосохранения, с твоим эго, когда ты освобождаешься от этого, ты соприкасаешься с этим. Да, в исламе называется фана. Там называется еще как-то там нирвана. Там еще как-то называется. Да, друзья. В каждом из нас Вселенная. Но если это буквально понимать, тогда начинает получаться глупость. Я вам рассказал свое представление. А вы, пожалуйста, критикуйте, думайте так, как вы считаете нужным, обменивайтесь комментами, дискусируйте. Для этого нам голова и нужна, потому что хомо саппиенс – человек разумный. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...